всем привет я тут вся в пошиве пришел курьер принес так что придется оторваться от процесса и открыть посылку по иероглифам я понимаю что это еще одна посылка из не ушек и я заказала себе там сумку давайте наверное буду открывать ее на столе чтобы вам было ближе и все видно ничего себе тут даже пыльник или похоже на пыльник знаете чтобы сумки хранить пыльник убираем смотрим что приехал немножко видите она такая смятая но вроде как дома выравнивается приехала довольно быстро я думаю она придет в форме это кожа я люблю если сумки то уже кожаные вот я сейчас вижу мне не очень нравится как вот здесь сделано это же как кант и он тут некрасиво закреплен вот это мне деталь не нравится уже бросилась мне в глаза но сама сумка неплохая вот и строчки неплохие так молния видите как она с этой стороны застегивается двойная у это прикольно это кстати я думаю будет удобно и так что внутри внутри сумки есть откладка давайте вывернем и рассмотрим есть кстати ручка подкладка похоже как знаете на хлопок но я думаю вряд ли это хлопок это какой-то полиэстер то есть на не скользко есть кармашек глубокий довольно карманному не с этой стороны с этой стороны вот такие кармашки я туда знаете как люблю так телефон класть сумка большая лэптоп наверно туда мой не влезет сейчас попробуем да ноутбук видите не влезет ну я не собирался запихивать ноутбук если честно а планшет планшет вылезет смотрите спокойно так и так спросите вы меня почему ты сумку заказала почему не вещи почему мне что-либо еще отвечаю я на этом сайте не заметила вещей которые мне нужны были вещи которые я ношу я могу сшить сама я не могу сшить трикотажи но трикотажи из акрила меня не интересуют я не могу их заказывать потому что я их не буду носить и я думаю что они сомнительного качества эти кофты и платья и так далее хотя я искала я смотрела я решила ну раз уж есть возможность у меня бесплатно заказать я решила все таки заказывать вот такие вот аксессуары кстати на видеокамере вот я сейчас смотрю сумка достаточно яркая хотя в жизни она не такая красная я думала еще какой-нибудь рюкзак заказать но в прошлый раз я уже заказывала рюкзак и я кстати обещала вам рассказать как он себя ведет вот вследствие ежедневного использования каждый день беру этот рюкзак с собой и кладу туда продукты и в общем хожу с ним в школу и летела с ним в самолете я его сейчас полностью освободила вот кстати если сравнить по цвету видите он более у него кожа более матовая здесь кожа не лаковая нет нет поверхность у нее больше отражает здесь поглощает больше по десятибальной системе оценивания я могу сказать что этот рюкзак вот девять с половиной баллов он просто отлично работает я очень-очень сильно удивлена насколько он хорош сколько он всего уже вынес и так далее значит когда я начала его только использовать вот этот вот лопух сверху я хотела его отрезать потому что он немного меня раздражал потому что здесь он так застегивается надо залазить было ну это некая дополнительная страховка от того чтобы что-то там не высыпалось из рюкзака либо же кто-нибудь с удовольствием не захотел бы там пошариться и сейчас я уже к этому лопуху привыкла если честно не напрягает то есть ну есть значит есть если он мне надоест то я его отрежу но я думаю что я его отрежу не потому что он мне надоест а потому что вот эти вот заклепки они ну вот сейчас они нормальные наверное может быть когда у меня сейчас мерзнут руки на улице я не могу расстегнуть а может быть они я не знаю может и как-то смазывают они стали вот эти кнопки они стали как-то более жесткие но вот сейчас видите я нормально расстегиваю я не могу объяснить этот феномен но по крайней мере ничего здесь с мясом не врывается вот что вот это самая-самая ходовая вот часть еще есть вот такой карман вот здесь вот у этого рюкзака и здесь начала подкладка вылазить и с магнитом вот смотрите видите вот чуть-чуть но дети у меня просто его так открывали жестко вот он так примагничивается давай где-то вот очень так и эти требуется приложить усилия но я этим карманом практически не пользуюсь пользуюсь основным отделением а здесь у меня лежит и телефон потому что когда я надеваю рюкзак на себя вот за эту ручку я редко когда ношу ну когда мне нужно что-то вот так вот очень редко когда сюда надеваю зачастую это вот так вот и туда я кладу вот сюда телефон и спиной как чувствую что он вибрирует и что мне кто-то звонит и еще одна покупка у меня была в нюшерф в этом магазине это шарф это первая моя покупка и видите он даже у меня этот шарф в ходу висит у меня вот здесь вот на стуле когда мне холодно я делаю так в нем есть шерсть я вот заворачиваюсь вот так и делаю вообще как юбку здесь не видно вот так вот и так есть по-моему эти шарфы еще есть могу ли я сказать что тут качество хорошее но он такой знаете он немножко стал как кошлатиться я его не ношу как шарф мне он просто сейчас не нужен как шарф ну а теперь давайте вернемся к сумке и пойдем к шкафу посмотрим с чем вообще можно с чем бы я носила бы эту сумку и с чем я ее и буду носить так шкаф я сумка с чем бы я эту сумку носила самое лучшее что мне всегда очень нравится это сочетание красного с зеленым мне кажется так выигрышно и так красиво и так природно посмотрите на красные цветы у них зеленые стебли и красные бутоны и это здорово мне кажется природа сама говорит какие цвета лучше всего сочетаются вот это мне очень нравится я хочу сказать этот плащ мой любимый плащ я уже об этом совсем недавно рассказывала он я вот сейчас смотрю на него так знаете и вижу что его надо заменить в общем надо шить какую-то ему альтернативу синее мое пальто стебанное которое шила в прошлом году тоже классно она темная практичная не видно не пачкается ничего красная сумка то что не нужно белая ну конечно однозначно да белая и красная это класс мое платье мое платье с воздушными петлями да тут прям такой красный прям вообще все классно мое платье белое вдохновение гуччи здесь в этой полоске есть красный цвет тоже да однозначно здесь здесь то что мне нравится очень-очень это тельняшка это моя любимая темно-синяя юбка и красная это белая такой запах моря настроение моря цвет настроения синий ой море боже если у вас нет моря рядом пусть оно будет намек на него будет на ваше настроение на мысли о море будут ваши одежды вот это мне очень кстати прям балдеет это образом и мне очень нравится то что вы еще не видели это неудавшаяся моя юбка из шерсти в полоску но удавшийся из нее обалденный сарафан и эта сумка тоже сюда будет очень хорошо я не сшила этот гардероб под эту сумку я покупала сумку под этот гардероб но видите какая она универсальная сама форма то что она такая жесткая цвет это все очень хорошо работает даже если у вас нет красного в гардеробе у меня почему-то много красного два да два платья красных да для меня это достаточно много я к красным очень осторожно отношусь тем не менее красный хорошо работает в аксессуарах это здорово что могу сказать итог на данный момент нет такого чувства что вау класс когда я в прошлый раз получила рюкзак потому что я не ожидала что он будет таким классным но я ждала что сумка будет лучше по десятибалльной шкале я бы оценила ее ну с натяжкой на семь с натяжкой знаете что смотрите вот сейчас я наверное не знаю слышите вы или нет она она так скрипит вот возможно это время пройдет и кожа не будет так скрипеть потому что там кожа не скрипит может и будет скрипеть а может я привыкну не буду по этому поводу вообще париться форма нравится мне нравится что здесь минимум детали нравится что здесь не блестят фурнитура не блестит что она подходит мне вот по своему размеру не большая не маленькая я люблю средние сумки посмотрим и я обязательно обязательно через какое-то время использование этой сумки сделаю апдейт и расскажу вам так все же да или нет покупать или нет а мне кстати интересно вот вы как зритель что бы вы заказали что бы вам было интересно увидеть это сумки аксессуары либо же это одежда либо что-то еще если у вас есть какие-то мнения по этому поводу напишите мне об этом ну что ж на этом все встретимся в моих новых видео всем пока